Здравствуйте! В эфире передача по факту. С нами сегодня певец, композитор Ваган Арцруни. Здравствуйте, Ван! Спасибо, что пришли к нам. Здравствуйте! Я очень благодарен за приглашение. Ван, в преддверии 24 апреля мы вновь в ситуации, когда те государства, что стремились уничтожить армян, имеют те же цели. Вы, наверное, согласны с этим? Да, в этом смысле они не преклонны, потому что больше ста лет они проводят эту политику, то есть исторического отрицания этого события как такового и выстраивания собственной внутренней политики. Вы знаете, в Турции 301 статья Конституции предусматривают уголовное наказание за упоминание о геноциде армии. В этом смысле они достаточно так последовательны. Непоколебимы. Да. То есть это является как бы основой их отношения к вещам. Это отношения к истории, и, соответственно, это проектируется на историческое понимание развития событий. Поэтому в этом смысле Армения всегда выстраивала свое, в 1865 году выстраивала свою политику в отношении геноцида тоже достаточно однозначно. То есть геноцид был ключевым событием во внешней политике армии. Ну так, наверное, было до последних времен. Во всяком случае, сейчас мы стремимся к нормализации отношений с Турцией, которая, как вы сказали, имеет непоколебимую позицию в этом вопросе. Можно ли считать, что одним из предусловий этой самой нормализации будет изменение нашей позиции в вопросе признания геноцида? Я думаю, что вы совершенно правы, потому что я помню время, это было в середине 90-х годов, я как раз тогда служил в национальной армии, когда, я помню прекрасно, была такая установка на то, чтобы со стороны правительства Арменича при Легоне это было, особо не акцентировать на проблеме геноцида, потому что у нас на повестке дня сближения с Турцией. Вы прекрасно помните во время Сержа Сарксиана вот эту футбольную политику, когда как бы на второй план отодвигались исторические претензии армянского народа и армянского государства. И понятно, что и сейчас, как сказать, в кавычках, в эпоху ожидания мира, глобального мира в регионе, скорее всего, этот мир представляется нынешним правительством в пределах какого-то изменения в отношении претензий армянской государственности и армянского народа на историческую справедливость. Я думаю, что в этом смысле, с учетом непреклонности Турции в отношении признания или непризнания геноцида, я думаю, что это правительство может пойти на определенные, так скажем, мягко выражаясь, уступки. Особенно в контексте одного из последних выступлений премьер-министра, в котором он фактически признает территориальную целостность Азербайджана. Но ведь если это произойдет, обратного пути ведь не будет возвращения к повестке признания геноцида? Вы знаете, зависит от того, какие он там будет бумаги подписывать. Мы же не в курсе вообще. Постфактум это все узнаете. Мы же не в курсе вообще, на каком уровне ведутся переговоры, что является предметом переговоров. И вообще, есть ли переговоры или это просто ультиматумы, которые просто он должен подписать. Мы же вообще, общество, не информировано в этом смысле. А как вы считаете, так гипотетически, возможно ли, что когда-нибудь эта непреклонная позиция Турции изменится, и вопрос признания геноцида армян получит иное развитие? Вы знаете, я думаю, что так как вопрос признания геноцида, он один из фундаментальных вопросов для турецкой государственности, то там я представляю, какого уровня сдвиги должны произойти, политические сдвиги в этой стране, изменения, какой степени изменения государственного устройства и идеологии этого государства, чтобы мы могли бы себе предположить подобную роскошь, так скажем. Я не думаю, что это когда бы то ни было произойдет, потому что здесь не только вопрос армян, здесь вопрос Гретьи, курдов и так далее. Кроме того, это вопросы экономической компенсации, я думаю, они этого боятся. Это любая сфера вопросов вне нравственности, потому что самый главный вопрос нравственной оценки этого события, это государство и этот народ не берут на себя. Азербайджан государство, которое также вторит за Турцией, что никакого геноцида не было, это все придумали армяне. Как вы вот вспомнили, на днях премьер заявил о том, что фактически мы признали территориальную целостность Азербайджана, то есть мы признали Арцах в составе Азербайджана. Что на очереди? Неужели община ТЭХ, СОТК? Какие у вас прогнозы? Это абсолютно не зависит от позиции руководителя нашего государства, потому что он только декларирует какие-то вещи, которые вне его компетенции. Геополитическим раскладом и вообще модератором геополитических, азербайджанским модератором в нашем регионе является Россия. То есть он может объявить все, что угодно, ровно как и Алиев может объявлять и говорить о чем угодно, но статус-кво изменяется не в кабинете Алиевой, не в кабинете, тем более не в кабинете Пашиняна. Статус-кво региона решается на совсем другом уровне. И я думаю, что вообще глобально, если подходить к этому вопросу, он сейчас решается на украинско-российской границе. Украинско-российский, так сказать, вопрос сегодня получил совершенно новое развитие, наверное, можно сказать, исторические изменения, так как фактически прозвучало, что Украина становится членом НАТО. Да, это просто исторический разлом того мира, который существует. Ну, это абсолютно новые реалии геополитические, потому что то, чего так боялся Путин, то есть проникновение НАТО на территории, сопредельные непосредственно с границами России, то, чего он боялся, это произошло буквально за считанные месяцы. Потому что там Финляндия, на очереди Норвегии, и, ну, я не успел посмотреть само выступление Солтенберге и Зеленского, но у меня сложилось впечатление, что просто этот вопрос решен, это вопрос нескольких месяцев. А это меняет радикально всю ситуацию, потому что ставки в любой войне растут, а здесь они выросли до уровня противостояния не просто Украины и России, или обсуждения, какие там территории российские, исторически это оправданы или нет, то есть разговор становится намного более серьезным. То есть это противостояние двух систем. Россия и НАТО. Россия и стран НАТО. Это, конечно, спровоцировано было Путином, потому что, в принципе, вы знаете, что эти страны не были готовы, предположим, к ядерному варианту разрешения этой ситуации. То есть разговор из ставки начал поднимать Путин, и понятно, что та сторона должна была принимать адекватные какие-то политические решения. Как ситуация может отразиться на Армении? Ну, мы не можем это прогнозировать, потому что такое волниеносное изменение этой ситуации, оно, думаю, не только для нас шокирующее, а, по-моему, для всей мировой политики. Потому что понятно, что Украина, если вступит в состав НАТО, изменяется картина мира. Просто изменяется картина мира, потому что речь не только о Европе здесь идет, а речь идет уже о мировом противостоянии разных систем. Ну, фактически оно и шло все это время? Ну, оно было сдерживаемо, потому что вот этот ядерный фактор и вообще фактор российской внешней политики, он был ключевым. Сейчас он может стать второстепенным. И если он станет второстепенным, то есть если начнет модерацию мировой политики НАТО, а сегодня оно вполне это может сделать. Потому что страны НАТО не воюют, воюет Россия. И Россия растрачивает свои ресурсы. И военные, и интеллектуальные, и колоссальная эмиграция из страны, и финансовые, и вообще все ресурсы. В этом смысле оно абсолютно не в выигрышном состоянии. И последний аргумент – это ядерные боеголовки. Но это уже не аргумент мировой политики. В отношениях России и Армении последнее время, очевидно, явное охлаждение. Как вы считаете, сегодня наш стратегический союзник – Россия? Знаете, вообще в отношении политики, в отношениях, особенно межгосударственной политики, надо исходить не из точки зрения, вот, роб позвонит Путину, потому что они друзья. А надо исходить, в первую очередь, из статуса КВО. А статус КВО такой, что, как бы, вот, на спорной территории, в прошлом спорной территории, да и, в принципе, с точки зрения России, силу ее присутствия на территории Нагорно-Карабахской республики, вопрос статус КВО остался таким же. То есть, наоборот, он принял какие-то драматические черты больше для Азербайджана, потому что на его территории не было российских войск свыше 30 лет, а сейчас они есть. Как вы думаете, что будет после 25-го года? Я думаю, что будет пересмотр позиций политических, потому что политика, вы знаете, это торг. Они же всегда, в конце концов, договариваются. То есть, когда исчерпывается ресурс для договоренности, только тогда и возникает необходимость военного разрешения. И все войны начинаются потому, что ресурс договорной, он растрачивается. Здесь, так как ставки невыразимо высокие, то есть, сейчас понятно, что противостояние НАТО и России – это вопрос спроса жизни на планете Земля. И здесь понятно, что позиция мирового сообщества, она будет меняться. Потому что это не просто обсуждение в совбезе ООН, противостояние России и Украине. Это вопрос переносится в совсем другую плоскость. Очень многие политологи в один голос говорят, что вопрос Армении и Азербайджана сегодня и для России, и для НАТО, для всех, он где-то на очень далеком месте. Тем не менее, для нас он на первом месте. Пащинян, несмотря на откровенную агрессию Азербайджана, на все провокации, на убийство наших военнослужащих, проникновение диверсантов, он упорно повторяет, что мы верны повестке мира. Кому нужна такая повестка и как может быть мир, который фактически вопреки воле и желанию Азербайджана? Посмотрите, с точки зрения руководителя государства, который выражает подобного рода идеи в ситуации просто военного противостояния, это очень слабая позиция. Она так и трактуется со стороны. То есть, она маловнятная позиция для государства, которое действительно стремится к миру. То есть, он таким образом демонстрирует то, что у него просто нет никаких ресурсов каким-то иным способом решать эту проблему. И он выстраивает некую такую линию и доктрину, малоубедительную, повторюсь, доктрину, что вот мы готовы к миру и так далее. Азербайджан тоже говорит о мире. А делает противоположение? Азербайджан говорит, мы же им предложили, значит, мирный договор, а достаточно почитать эти пункты этого мирного договора, и вы понимаете, что это не мирный договор, а это ультиматум просто-напросто, который выдвигает одно государство другому государству. Причем с учетом того, что второе капитулировало во время войны. Это, понимаете, это диспозиция, политическая диспозиция, вот она такова, что у Армении был бы шанс при, предположим, правительстве национального согласия выбрать лидера, который мог бы вести очень сложную и серьезную внешнюю политику, причем в разговоре не с Азербайджаном, а в налаживании отношений с сильными мира сего, потому что государство, у которого нет индустриального ресурса, оно не государство, по сути дела. А как Армения может быть интересна сильным мира сего? Исключительно своей ролью вот в этом геополитическом узле. То есть здесь должно быть правительство, и здесь должен быть правитель, который будет правильно и грамотно использовать наше ключевое положение. То есть те все плюсы, которые, геополитические плюсы, которые мы имеем благодаря просто географическому присутствию в этом регионе, они не используются и никогда не использовались ни при Ливоне, ни при Кочаране, ни при Сержине, ни при Пашиняне. В этом смысле мы всегда растрачивали все возможные и невозможные возможности. А что наша оппозиция? Что делает сегодня она? Оппозиция там же, где и правительство, потому что алгоритм поведения и хотя бы на уровне политической аргументации он смешон. Он кто? Оппозиция? Я думаю, вот это доктрина, которая придерживается оппозиции. Да и, в общем-то, оппозиция, которая всегда была коалицией с властью, какая она может быть оппозиция? То есть какой там последний аргумент? То, что надо сместить Пашиняна, ну это и, извиняюсь, ежу понятно. Выстраивать на этом свою политику внутригосударственную, это очень слабая и шаткая оппозиция. Должна быть идеология. А понимает ли народ ту ситуацию, в которой находится страна? Какой народ? Армянский народ. Нельзя вот так подходить, понимаете? Потому что народ, можно говорить, армянский народ, имея в виду, положим, какие-то культурные или там нематериальные номиналы. Когда мы говорим об обществе, мы должны понимать, что, во-первых, общество нельзя народом называть, а общество, оно разношерстно. Потому что есть интеллектуальная часть этого общества, которое прекрасно понимает, что творится в стране, и имеет достаточный интеллектуальный ресурс и ресурс специалистов для того, чтобы вывести эту страну из этого состояния. Но само по себе оно этого. Оно обладает идеей. Это общество отстранено от возможности как-то влиять на ход событий в стране. То есть, то, что творится в области образования и даже в области бизнеса, вот это, знаете, какое-то уничижение интеллектуальной составляющей и невероятное перераспределение возможностей заниматься бизнесом и так далее. Это же какие-то, вы знаете, монополии, которые создаются буквально у нас на глазах. То есть, это возникновение новой знати, у которой единственный алгоритм – это алгоритм обогащения. Почему? Потому что эта власть безидейна. Нет национальной идеи. И, в общем-то, отказ от национальной идеи был декларирован еще Леоном Терпетросяном. И в этом смысле все последующие правительства, изменения властей, они в этом контексте и происходили. То есть, вопрос национальной идеологии никогда не был ключевым вопросом нашего государства. Возможно ли, на ваш взгляд, новые униорочные выборы? Вы знаете, когда я думаю о перспективах, я думаю, что единственная возможность как-то спасти ситуацию была бы, если бы теперешнее правительство обладало бы достаточным мужеством гражданским и достаточным интеллектуальным материалом, для того, чтобы понять, что в этой ситуации необходимо создать правительство общенационального согласия на каких-то условиях. То есть, найти возможности для этих условий. И выставить абсолютно четкую стратегию и тактику по выходу из этой ситуации. Начиная с экономики и заканчивая внешней политикой. То есть, говоря о перспективах, я вижу единственную вот такую перспективу. Я говорю о том мужестве, которым это правительство не обладает. И в силу этого, как бы особо не акцентируя и не оглашая эту свою уверенность, потому что понимаю, что в историческом смысле при этом правительстве и при этой оппозиции у нас нет никаких шансов. Ваган, вы общественный деятель, вы творческая личность. Ну, уже не общественный деятель, потому что единственный мой общественный пост, это был пост в качестве общественного представителя и председателя Попечистского совета Мининститута. Ну, тут мы не только о постах, мы о статусе, скажем так. Хочу спросить, как вы живете сегодня? И какие у вас творческие планы? Я живу в соответствии с выбранным родом деятельности, так скажем. Я музыкант, и это поле, в котором я могу творить. Это моя возможность через концерты общения с публикой, с обществом, и как-то воплощать свои творческие идеи. В этом смысле, да, мы совершенно так непреклонно, я и мои друзья в этом смысле достаточно так себя активно позиционируем. Вы знаете, уже почти год, как каждую неделю, мы проводим культурные вечера в галерее Ордеан по четвергам. Это концерты, это встречи с литераторами, это встречи с известными интеллигентами, которых знает общество, тот, которых ценит, и общение с которыми интересно обществу. И эта площадка, она превратилась в некий такой, знаете, узел международного сотрудничества, потому что у нас очень часто выступают наши и соотечественники, и прекрасные музыканты. Вот у нас был концерт из Соединенных Штатов. Диаспора наша. В том числе, да, конечно, и диаспора. Ну, сам человек, который основал эту галерею, он сам возвращенец, так скажем. Он египетский армянин, уже 10 лет живущий здесь. И вот 5 лет, как работает галерея Ордеан, где выставлены в основном его работы, прямо в центре города, на улице Абовиана, напротив малого зала. И вот одно из последних событий, которое мы инициировали с супругой Размига Давыана, в восьмое переиздание реквиема Давыана, этой поэмы, которая считается ключевым литературным событием 20-го, да, и скажем, 21-го века. И вот этот вечер мы выбрали очень символическую дату 24-го апреля, в 7 часов вечера в зале Арноба Баджанян будет литературно-музыкальный такой вечер, посвящение Размига Давыана и его поэме. Наше эфирное время подошло к концу. Спасибо вам за интересную беседу и удачи в ваших творческих проектах. Спасибо. Передача по факту завершена. С нами был певец-композитор Ваган Арцруны. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин